Вы знали, что звук отрубания головы в кино – это всего лишь хруст замёрзшего арбуза, а звук походки монстра – это хрустящие ноги краба? Сегодня кинозрители в курсе, что большое количество того, что происходит на экране, создаётся с помощью спецэффектов. Однако вы даже не представляете, на какие ухищрения идут производители крупнобюджетных голливудских фильмов, чтобы создать звуки. В этом видео на Моголь ТВ я расскажу, зачем для известных фильмов били тушки куриц, жевали сельдерей и стучали кокосом по полу. Именно так делают звуки в кино на самом деле. Посмотрите внимательно на эту сцену несколько секунд. Ничего необычного, правильно? Просто идёт дождь. Но на самом деле то, что вы слышали – это совсем не звук дождя. Это записанный звук того, как жарится бекон. Ставьте лайк, если не ожидали. Да, именно звук бекона на сковороде вы слышите в большом количестве известных фильмов, где есть сцена дождя. Казалось бы, почему не записать звук настоящего дождя? Но вы же помните, что кино – это всего лишь иллюзия. На самом деле, бекон на сковороде звучит в качестве дождя намного ярче и интереснее, чем непосредственно настоящий дождь. Именно поэтому абсолютное большинство звуков, которые вы слышите на экране, сымитировано искусственно. Вот ещё один популярный пример звука – удар кулаком. Почти в каждом втором фильме есть сцена, где один персонаж бьёт кулаком другого – во время боксёрского поединка или в уличной драке или в битве с пришельцами. В зависимости от сюжета, звук режиссёра использует разные лайфхаки. Один из самых популярных – это удар ножом по какому-нибудь овощу, вроде капусты. Теперь, когда вы знаете это, то несложно расслышать в данном звуке бедный качан капусты. Однако, когда вам нужно озвучить более реалистичную драку, например, как в фильме «Бойцовский клуб», то приходится использовать другие инструменты. Звукорежиссёр фильма вспоминал, что они взяли тушки куриц из магазина и стучали по ним бейсбольно битой. От этого звук удара кулаком по телу получался менее ярким, но более реалистичным. Порой звукорежиссёрам приходится озвучивать довольно жестокие сцены. Например, хруст костей, когда персонаж сильно травмирован. На практике это выглядит совсем безобидно и никто не страдает. Звукорежиссёры берут листья салата, замораживают их и затем ломают. Звучит идеально, как звук ломающихся костей. Сцены отрубания головы для звукорежиссёров – это довольно забавное дело. Например, они могут взять мачете и ударить по замороженному арбузу. Но самый идеальный вариант – это разрубание зелёного кокоса. Часто для сцен казни используют именно этот способ. Ещё один пример жестокой сцены в кино, которая выглядит совершенно безобидно в студии звукозаписи – это нападение зомби на человека, когда существо начинает впиваться зубами вплоть жертвы. Попробуйте угадать в комментариях, каким образом звукорежиссёр имитировал данный звук. Напишите свои варианты под видео, посмотрим, сколько из вас смогли догадаться. Даже если явление, которое существует на самом деле, всё равно искусственно имитируется на студии, то что уж говорить про то, чего никто никогда не видел – инопланетян, монстров или, например, динозавров. В знаменитой франшизе «Парк юрского периода» режиссёр Стивен Спилберг хотел, чтобы динозавры звучали максимально реалистично и правдоподобно, так, будто герои действительно встретили этих чудовищ в наши дни. Поэтому звукорежиссёры решили использовать существующих сегодня животных и на основе этого придумать рычание динозавра. Они взяли звук малыша-слона, добавили к этому рычание тигра, а также записали аллигатора. Затем соединили все эти звуки, немного замедлили и в итоге получился идеальный правдоподобный динозавр, ведь никто из нас не знает, как он звучал на самом деле. Вообще, кричащих малышей-слонов довольно часто используют, чтобы озвучить разных неприятных существ, вроде орков из «Властелина колец» или других тварей. В огромном количестве приключенческих фильмов герои скачут на лошадях. И как вы уже догадались, для того, чтобы имитировать звук их копыт, звукорежиссёры совсем не используют лошадей. Вместо этого они прибегают к разным ухищрениям. Например, чтобы имитировать лёгкий голоп, они берут скорлупу от кокоса и стучат ей по жёсткой поверхности. Получается такой звук. Однако, когда вам нужно озвучить ковбоев, которые скачут по степи, то этот звук будет выглядеть фальшиво. Для этого специалисты берут что-то потяжелее, например, камни, и начинают стучать ими по поверхности, на которой насыпано немного песка и сухой травы. Получается более реалистичный звук скачущего ковбоя. На настоящие подвиги приходится идти звукорежиссёрам, чтобы сымитировать лошадь, которая ест. Они вынуждены засовывать себе в рот большое количество моркови, сельдерея, орехов и максимально яростно это пережёвывать. Звук летающих птиц в кино также, как правило, не имеет отношения к настоящим птицам. Скорее всего, это звукорежиссёр, который в студии трясёт над микрофоном простынёй или кухонной рукавицей. И ещё один пример работы со звуком несуществующего монстра – это Годзилла. Для того, чтобы воссоздать движение и рычание монстра, звукорежиссёрам пришлось хорошенько потрудиться. Они записали, как тёрли руками по поверхности воздушного шарика. Также они тёрли мокрой резиновой обувью по кожаной поверхности и по струнам на бас-гитаре. Кроме того, они даже записали кричащего осла. Совместив все эти звуки и поработав над ними в звуковом редакторе, режиссёры смогли получить по-настоящему пугающего монстра. Я уже рассказал, как для озвучивания ударов по телу используют капусту и арбузы. Но забавно, что когда звукорежиссёрам нужно создать правдоподобный звук разламывающегося арбуза или дыни, совсем недостаточно взять дыню и просто её разломать. Кино – это иллюзия. Для того, чтобы разламывающаяся дыня звучала более сочно, её обматывают влажной тряпкой и только после этого разламывают и мнут в руках. Получается максимально сочный и яркий звук. Ещё один крутой пример озвучки реальных существ – это стрекоза. Поймать настоящую и записать звучание её крыльев не так-то просто. И, как вы уже поняли, звучать будет так себе. Поэтому для имитации полёта стрекозы звукорежиссёры берут маленький ручной вентилятор, записывают его звук, немного обрабатывают и получается идеальная стрекоза. Сражение героев на саблях или мечах – неотъемлемая часть фильмов о пиратах или рыцарях. Но если вы думаете, что для имитации боя достаточно просто записать на студии звук бьющихся сабель, то ошибаетесь. Помимо звонкого звучания вы получите неприятный скрежет. Для имитации сабель звукорежиссёры берут смычок для игры на скрипке или виолочели и начинают водить им по какому-нибудь железному объекту. Получается как раз то, что нужно – звук без скрежета. Монстры из фильмов ужасов должны не только страшно рычать, но и вселять ужас просто своими движениями. Так, например, звукорежиссёры фильма «Тихое место» ломали перед микрофоном ноги краба и тем самым имитировали шаги чудовища. А чтобы имитировать уникальный звук того, как монстры вслушиваются, звукорежиссёры взяли виноград и ударяли по нему электрошоком. Затем поработали над этим звуком в программе и получили необходимый результат. Пожалуй, самый распространённый звук, который приходится имитировать режиссёрам со всего мира – это шаги. Существует миллион разновидностей звуков шагов. Шаги по асфальту, шаги по гравию, шаги по полу и ещё огромное количество разновидностей в зависимости от того, по какой поверхности идёт персонаж фильма, в какой обуви и взрослый это персонаж или ребёнок. Для этого на студиях звукозаписи делают небольшие участки, которые заполняют песком или землёй или другим материалом, который нужен, и звукорежиссёр начинает бродить по этим участкам. Данный звук в кино звучит намного ярче и реалистичнее, чем шаги человека, записанные на аудио по-настоящему. Чтобы изобразить звуки ползущей змеи, достаточно просто надеть резиновые перчатки и поводить ими по поверхности, на которой насыпан песок. А чтобы добавить ещё большей реалистичности, то перчатки можно немного смочить. Даже если вы не поклонник франшизы Звёздных войн, вам всё равно знаком этот звук. Именно так звучал знаменитый бластер, оружие которым пользовались персонажи Star Wars. Для того, чтобы создать это звучание, режиссёры взяли кабель и лупили по нему огромным молотком. В серии фильмов об Эксменах есть знаменитый персонаж Росомаха. Его главной особенностью является выезжающая из руки ножи. Для того, чтобы придумать этот звук, режиссёры подключили логику. Рука состоит из мяса и костей, а ножи – это ножи. Поэтому они взяли тушку курицы из магазина и пронзали её ножами. Так получился знаменитый звук Росомахи. Звукорежиссёрам в кино приходится озвучивать не только существующие звуки, но и тишину. Как это возможно, скажете вы, ведь тишина на то и тишина, чтобы звучать бесшумно. Но на самом деле это не так. Наверняка вы никогда об этом не задумывались, но услышать абсолютную тишину невозможно. На фоне всё равно происходят какие-то звуки. Это может быть звук автомобилей за окном, работающий холодильник на кухне и так далее. И даже если вас посадить в абсолютно звуконепроницаемую комнату, вы всё равно будете слышать биение собственного сердца. Поэтому звукорежиссёр постоянно озвучивает тишину, а именно фоновые звуки. И напоследок крутой эксперимент, чтобы продемонстрировать, насколько существенен звук в кино. Посмотрите небольшой 10-секундный фрагмент. Как вы понимаете, на каждом из этих фрагментов картинка была абсолютно одинаковая. Но из-за того, что был наложен разный звук, зритель считывает разный сюжет происходящего на экране. Именно поэтому кино почти 100 лет назад из немого стало звуковым. Согласитесь, так намного интереснее. Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно это видео. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И конечно же, оставляйте свои комментарии под этим роликом.